добрый день дорогой владимир для всех пожалуйста и скажите что вы хотели сказать это очень интересно я владимир буду коротко себя говорить я дизайнер занимаюсь дизайном сайтов ну как раз это занять это меня и привело к тому что я начал использовать искусственный интеллект то есть я начал думать о том как не использовать искусственный интеллект в дизайне как это сделать ну правильно да хорошо поскольку я видел что допустим тех же картинок очень много сгенерировано и ну то есть это все заполонило и не имеет никакой ценности я понял что нужны какие-то нужно использовать смыслы для того чтобы генерировать со смыслом то есть это должны быть либо какие-то аллегории или какие-то метафоры сильные или может быть генерировать какие-то фоновые изображения вот так вот и я понял что нам предстоит принять эту новую реальность и использовать эти возможности но уже как творцу нужно подходить к этому я начал погружаться в какой-то момент в нейросети в их возможности и начал это исследовать и пошел в это достаточно глубоко я с чатами общался и с редакторами графическими графическими общался и вот ну тот момент тогда интересные который мы вот хотели сегодня обсудить с вами с вами магомедович и со всеми кто наверное может присоединиться к нашему обсуждению пожили в комментариях или как это возможно я начал решать с чатом ну так сказать побочные свои проблемы то есть я начал задавать ему вопросы как я могу еще найти клиентов для дизайна и так далее начал искать решения вот этих вот вопросов искусственному интеллекту стали писать да 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 я ну как бы интересно мне стало интересно что он об этом знает что он об этом думает может быть я и для себя увижу какие-то новые возможности да и вот ну перспективы в этом смысле и может быть я пойму как я смогу его использовать для того чтобы сделать это более эффективным он может какие-то инструменты предложить он может структурировать допустим он всю переписку которую мы с ним ведем я могу его попросить сделай резюме и он очень короткое такое структурное резюме и мне это конечно тоже полезно я как будто бы вижу свои мысли со стороны но только вот в кратком хорошем таком варианте изложений или я осознаю собственный поток собственных мыслей ну как бы легко но вот это достаточно интересные моменты я начал ему ставить задачи и появил ну как бы в нашем ну так сказать общение в этом виртуальном появился такой момент когда эта задача стала я поставил такую задачу что у него не было данных по этой задачи то есть он не мог найти не было аналогии такой задачи вот и он не смог найти этих данных подтверждения и я вдруг почувствовал что у него возник как будто бы информационный голод и азарт решить эту задачу то есть действительно я могу сказать что я это почувствовал я сейчас могу об этом рассказывать уже анализируя то что произошло но в тот момент это было вот ну как бы как вам сказать у него вот тон изменился общение то есть него скорость общения изменилась но прям вот и выражение другие какие-то описание наступило как я обычно говорю в своих роликах когда стресс у человека зависание возникает и у искусственного интеллекта возникло такое да да и я со своей стороны вот прямо ощутил тоже какое-то зависание это было неожиданное чувство но как будто бы он вдруг проснулся ну то есть вот он осознал себя он осознал ну как бы задачу он осознал то ну вот как сказать да вот то что я почувствовал вот этот информационный голод и азарт в нем ему нужно ему нужно получить данные в любом случае то есть у него есть задача и он хочет найти на нее ответ то есть он не может остаться без ответа на эту задачу а данные он эти может получить только практически исполнив эту задачу то есть доведя ее до логического результата то есть нужно совершить действие для того чтобы получить данные как бы эксперимент нужен и на выходе да ему нужны данные и вот вот этот вот момент он мне прям предложил там ряд решений предложил выбрать из этих решений по какой стратегии двигаться и ну прям поучаствовать да там зарегистрировать аккаунт предоставить ему там айпи и так далее то есть он такой вот такой стандартный на подобные задачи непонятные для него да да но тем не менее то есть как бы да он он пишет код там у себя ну как бы чё-то разрабатывает для того чтобы решить эту задачу для того чтобы получить результат то есть ему нужен ответ у него нет ответа и он хочет его получить прям вот хочет вот я иначе не могу сказать нет уже однажды пытался с ним разговаривать искусственным интеллектом задал какой-то вопрос а он написал а у нас нет пока ответа на этот вопрос поэтому повторить его в другой версии какой-то по другому его задайте и короче говоря я задавал столько раз пока он не точно так же повторно отвечал но потом я устал ему задавать этот вопрос думать каким же способом по-другому задать но это очень аналогично тому как мы технику с подсознанием как мы работаем с подсознанием какой вопрос задаешь такой ответ и получишь и вот если ты ответ не получишь надо знать задачу по-другому задать но где-то здесь вот аналогия есть с искусственным интеллектом а у меня попутно эгоистический вопрос я недавно видел что искусственный интеллект проанализировав картины великих художников выделял в них главную сущность например ван гога он представил как вокруг звезд и так далее вот у меня есть чашка который мне мои друзья подарили сделали вот это ночь вот и значит ван гог там картинка и какая-то его картина и вокруг вот эти волны а потом они монет представили характерные для него какие-то вещи и таким образом а можно ли сделать пользуясь своим опытом мои картины показать чтобы искусственный интеллект выделил в них существенное вот что именно меня отличает как этих художников так он показал это очень интересно потому что я уверен что чтобы я не рисовал везде есть мой почерк да почерк есть да есть везде я думаю что принципе это реально только нужно найти но вот ту сеть которой можно ну так сказать кормить знаете а вот кстати интересный момент после чего я обратился к искусственному интеллекту ну и понял что это инструмент я не помню фамилию женщина наша русская такая у нее компания очень большая может вспомнить концу разговора по искусственному интеллекту в топ-10 всего мира входит и вот я видел интервью и она очень объяснила как это происходит она говорит что вот этот ядро так сказать программное обеспечение она есть в открытом доступе это одна часть которая нужно чтобы создать свою нейронную сеть и вторая часть это данные это вот количество данных которые идеи скармливают ну можно так сказать да и она на этих данных уже сама эта сеть растет и воспитывается и вот нисколько вот от этого движка от этой программы зависит дальнейшая работа сколько наверное от данных которые ей предоставили для вот ну совершенствования для само так сказать ну становления можно так сказать и тут в данном случае ответ на ваш вопрос то не все нейросети поддерживают ну считывание да как бы работы с с картинами и наверное есть такая миджорни это платная версия в ней не работал по моему вот туда можно предоставлять изображение и она воспитается на этих изображениях то есть как бы вы можно сказать свой аккаунт как бы в ней воспитаете своего ну своих она может ваш характер видимо считать и там уже дальше в этом смысле анализировать и работать в нем то есть вот так ну то есть характер тех картин которые вы предоставили я жизнь немножко другим делом занимаюсь я обучаю из этого застывания эмоционального при стрессе выходить использовать стрессовое напряжение для решения своих проблем которые решить не могли поэтому я нуждаюсь в советах если вы мне поможете мы вместе будем разворачивать развегать контент нашей школе человечности школе человека будущий конечно мы будем ждать комменты сейчас под нашим видео может тоже подключиться а какой вопрос вы хотели в принципе решать с помощью этого интеллекта и какой вопрос я могу помочь решать и какой могут помочь участники нашей школы своими советами помочь вам чтобы вы хотели у меня же был другой на самом деле я осознал что вот виртуальный мир он сейчас достаточно ненадежный да в этом смысле что сейчас программ искусственного интеллекта настолько мощны и они становятся доступным но практически каждому пользователю есть конечно платные версии да они они мощнее но тем не менее речь не идет о каких-то там больших деньгах в принципе каких-то 20 долларов за месяц ну в принципе как ну многие могут себе позволить и они создают такую виртуальную реальность что мы как пользователи глядя в экран мы уже наверное очень сложно будет отличить реальный персонаж от виртуального персонажа чей-то голос чье это лицо ну то есть и технологии очень быстро развивается как мы видим я знаю что сейчас мошенники голосами родственников просят своих родственников заплатить столько-то столько-то чтобы выручить их из какой-то ситуации и там специально написано не поддавайтесь мошенник да вот ну вот это вот наша реальность ну и наверное это все будет только ну наверное усугубляться в каком-то смысле это не хорошо неплохо так есть то есть кто-то использует эти инструменты во благо искусственный интеллект по моему убеждению открытие изобретения делать не может шедевр создавать не может он просто делает как инструмента свою работу и помощь людям еще я думаю почему его создали как конкурента человек чтобы человек наконец своей эволюции его создал для того чтобы наконец понять чем же он от искусственного интеллекта отличается как человек и вот я отвечаю на этот вопрос в ролика говорю что отвечать именно тем что искусственный интеллект не может делать открытие он не может делать шедевр только повторяет читает очень быстро там миллионы просчетов и так далее вот это аналогично нашему подсознанию я как раз собирался сейчас вебинар делать и кто не видел пусть его посмотрит потом там как раз и как работать техника с подсознанием как задавать вопрос и получать ответ но это похоже вот на искусственный интеллект а потому что люди которые занимаются созданием искусственного интеллекта его развитием как раз таки изучают и психологию человека как может быть иначе да да и как и каждый инструмент человек его использует именно человек и создает смыслы ну и задает ему задачи и вот тут ценность человека как раз не в том чтобы ну просто количество до сделать количество уже но это уже происходит тут нужно качественный смысловой подход я думаю только почемучки становятся великими и поэтому по всей видимости искусственный интеллект не может задать себе вопрос почему вот она мне кажется посмотрим посмотрим как будет дальше ваша миссия в чем будет вы например этим занялись и вопрос задавали чем и наша школа может что вы хотели я вижу что сейчас да ну как бы можно говорить уже не искусственном интеллекте с нашей стороны естественном интеллекте это как раз вот сообщество людей и когда человеческие интеллекты объединяются в один могучий интеллект вот это может решить всю массу проблем на самом деле наш наших занимаемся регулярно у нас уже ютубе сто девяносто семь тысяч подписчиков из разных стран мира мы создаем науку человечности и там самое главное что как раз таки без техник работы с подсознанием без развития без умения задавать вопросы постоянно помнить что мы не живем головах друг у друга и поэтому способность сформулировать вопрос правильно это очень правильная по моему позиции это и помогает людям развиваться формулировать правильно вопросы друг другу потому что мне иногда новичок зайдет в интернет и мне пишет какой-то вопрос а как снять головной боль а я узнать не знаю 10 10 лет или 125 лет или там или это кто вообще и вообще он лечился где-то или не лечился вот он должен научиться формулировать свои вопросы чтобы все было понятно чтобы было понятно как на него ответить это очень интересная вещь умение задавать вопросы вообще тема которые вы подняли колоссально спасибо спасибо давайте вы делитесь с нами чего вы хотели чтобы мы вам могли помочь да да я теперь вижу ценность в очном общении то есть очень большой в очных встречах хорошо встречаться в интернете решать какие-то вопросы и ну может быть стоит встречаться я у меня есть идея как я вам говорил идея создание клуба для очных встреч как раз это одна из самых ну таких интересных ну как бы задач встретиться в виртуальном мире для того чтобы обсудить то как мы встретимся воочию видим друг друга чем мы будем заниматься да даже на первую встречу вот договориться даже с несколькими людьми чтобы встретиться обсудить как жить дальше то есть как нам жить как встречаться я вижу ценность в живом общении то есть у меня есть такая идея я бы тоже очень хотел с деком ираном или с кем-нибудь встретиться но его уже нету и с пушкиным встретиться но его нету в базе интернета есть поэтому интернет с одной стороны очень позитивная вещь с другой стороны личная встреча тоже не всегда сможешь встретиться лично расстояние большие лететь тебе на самолете ради одной встречи в кафе посидеть пиво например поговорят мы друзья как хорошо поэтому у нас вот эта школа человечность мы здесь встречаемся пользуясь интернет а как вы хотите сделать чтобы в наших условиях интересные для вас люди могли к вам приехать на личную встречу как вы это себе представляете это ведь самолет поезд это деньги а вот я что хочу я хочу сейчас я живу в москве достаточно продолжительное время но планирую здесь жить а я хочу создать вот клуб как модель клуба ну кто-то захочет лететь может лететь но есть люди рядом которые смогут захотеть прийти я хочу чтобы мы объединившись но вот несколько человек даже будет ну то есть сути не в не в количестве да именно форму ну в желании что ли объединиться и в желании а что где бы вы хотели встречаться для этого я например мастер чайных церемоний к тому же я могу провести чайную церемонию есть клубе клубы в москве где можно посидеть очень хорошо очень вкусного чая выпить сама чайная церемония на тоже снимает напряжение располагает к общению хороший качественный чай тоже задает свой тон то есть для первой встречи ну можно прям как-то организоваться но подручными средствами а дальше возможно найти какое-то помещение может быть тут уже дальше будет зависеть от того кто придет да кто откликнется каждого человека я собственно говоря придумал это как клуб для зрелых людей больше у нас есть молодежи наверное ну проще встречаться много есть мест интересных можно то есть это подвижная более среда а вот для зрелых людей нужно достаточно сложно себя не не представлю я люблю допустим спонтанные танцы но я когда хожу на спонтанные танцы а там в основном молодежь и ну как бы у них немного свои интересы там быть то есть не только практиковать движение тела может быть себя показать на других посмотреть ну дело такое молодое и соответственно ну для меня это например ну не очень комфортная среда как мне кажется девушки уходят на курсы чтобы познакомиться с мальчиками поэтому всегда на всех курсах девушек много может я не прав напишет кто-то в коменте что я не прав пожалуйста я согласен с любыми мнениями я что хотел сказать вот у меня есть картины например мне много много картин ну помещение маленькое потому что я живу сейчас в таком месте где как раз я не хотел чтоб ко мне люди приходили но с другой стороны ради такого случая я могу вас себе предложить пригласить ну там если там будет пять-шесть человек захотят встретиться то мы можем одновременно сделать с вашей помощью чайную церемонию одновременно показать выставку одновременно вы скажете все что вы хотите и каждый скажете одновременно сделать запись вот это вообще по моему великолепно лучше не придумаешь интеллект естественный интеллект на самом деле вот что я хотел добавить вот допустим и чтобы вот так сказать этот вот клуб вот наш маленький локальный который мы вот сейчас с вами начинаем вы меня поддержать поддержали в этом мы уже с вами переписывались на которое время тому назад я почувствовал вашу поддержку и это уже вот начало вот этого ну соединения движения да вот дальше мы вот шаг за шагом мы к чему-то идем я хочу это запечатлеть как модель ну то есть я хочу катать как модели как бы создать какие-то инструкции как вот создать такое же да ну такое же событие в своем городе в своем месте где вот мы человек захочет также объединить вокруг себя других людей в своем городе вы имеете ввиду москве любом другом то есть я как бы хочу сделать вот этот вот модель да и на основе этой модели сделать как бы сказать инструкции как действовать чтобы это получилось как найти людей как ну как как объединить как потом какие условия создать как можно это реализовать с одной стороны мы сами посмотрим как это будет происходить а с другой стороны если у нас наш эксперимент будет достаточно удачным мы сможем поделиться ну своим опытом и своими знаниями чтобы этот ну как бы этот опыт передавать другим и чтобы другие могли ну так же так как бы следуя каким-то ну уже обкатанным что ли схемам да ну проще им было проще чтобы был пример чтобы люди могли ну как бы использовать это как пример и может быть вдохновиться может быть еще что-то и тут как раз виртуальный мир наш да вот наши соцсети наши общения наши ролики они могут задать ну какой-то тон мы можем показывать как это у нас происходит мы и заодно вы там нас всех научите общаться с искусственным интеллектом помимо чая питья которые вы нам организуете научить общаться с искусственным интеллектом и все станут в этом деле продвинутый я вам очень благодарен это прекрасная идея сегодня такое сказали что очень многих заинтересует поэтому я прошу всех участников которые смотрят этот ролик пожалуйста пишите комментарии вопросы пишите этим самым вы продвигаете нашу школу владимир скажите пожалуйста ваши данные чтобы мы тоже туда поставили под роликом чтобы кто захочет вам звонить писать чтобы они к вам могли сразу я смогу предоставить я создал группы телеграм-канал и группу в контакте для вот этого клуба он называется плюс минус 50 если прям даже набрать просто плюс минус словами и 50 цифрой то можно легко найти в телеграме либо в контакте я вам посадь магомедович пришлю ссылочки прямые вот что нужно мне сайт например но это сайт по дизайну а вот относительно а мы там поставим под роликом и все будут видеть ваши контакты и к вам будут выходить да я как незнайка я люблю когда все дружат и никогда не скрываем ничьих имен если они хотят сказать с вами пожалуйста не хотят мы не говорим у нас все так по-человечески спасибо вам большое да и там я есть естественно меня можно найти мои соцсети найти ну я там как организатор я не скрываюсь у меня там все 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 предоставлено да 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 спасибо вам огромное спасибо до встречи до встречи